Откуда берутся серные пробки? Не секрет, что образование серных пробок приводит к ухудшению слуха. К барабанной перепонке не проходит кислород и возникает воспаление. Когда серы много, она разбухает от попадания воды, словно монтажная пена, и человек глохнет, говорит отоларинголог Владимир Зайцев. В организме человека есть так называемые церуменозные железы, атлат. Сэрамон, сера – это рудиментарный орган, который образовывает ушную серу. Зачем нужна ушная сера? Сера в небольшом количестве полезна для работы слухового органа. В ухе, как и в любой полости, могут селиться бактерии. Очень важно, чтобы эти полости были каким-то образом защищены. В глотке у нас есть небные миндалины, гланды, одиноиды. Ухо, кроме серных отложений, ничто не защищает. Сера обладает вязкостью, задерживает пыльцу, песчинки, грязь и не позволяет им подходить к барабанной перепонке. Кроме того, она создает кислую среду, pH 4,5-5 в зависимости от человека, бактерии не могут жить в ней. Поэтому, если извне попадают бактерии, они погибают. Помимо этого, серные массы служат для защиты от попадания в ухо чего-то механического. Есть такое наблюдение. Сварщики просят не удалять им серные пробки. Тогда, в случае, если окалина отскачет от сварки и залетит в слуховой проход, она не травмирует барабанную перепонку. Это единственная категория людей, которая ходит с серными пробками умышленно, поясняет доктор. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр выпуска. Оставляйте комментарии. С вами была Алиса Иванова.